Музыка Здравствуйте! Это программа Кошачий алфавит и сегодня мы продолжим путешествие в мир кошек. По наблюдениям западногерманских ученых, характер ваших питомцев зависит от их окраса. Говорят, черные кошки чувствительны, любопытны и весьма любят ласку. Черно-белые общительны, легко привязываются к хозяевам, быстро находят контакт с детьми. Полосатые скрытны и очень ценят свободу и независимость. Рыжие уважают покой, домашний уют и, как правило, флегматичны. Белые капризны, обидчивы и больше других подвержены инфекционным болезням. Так это или нет, нам неизвестно. Однако с полной ответственностью могу вам заявить, что характер кошки зависит от ее породы. Об одной из них мы поведем рассказ в нашей сегодняшней программе. Мы узнаем, на кого похож чеширский кот. Кого из представителей кошачьего мира называют плюшевыми. Каким образом наши питомцы помогают снять стресс. И кошки какой породы бывают веслоухими. Последнее время стало очень популярно возводить постаменты в честь животных. Памятники котам и кошкам, литературным героям и безвестным мяукающим установлены по всему миру. Памятник корабельному коту во Владивостоке. Пушистый кот, сопровождающий девушку-огородницу на Кропоткинской улице подмосковного Дмитрова. Небезызвестный кот Елисей и кошка Василиса в Санкт-Петербурге. И многие-многие другие. А в Центральном парке Нью-Йорка установлена бронзовая скульптура, посвященная сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Есть в этой композиции и бесподобный улыбающийся чеширский кот. Но мало кто из вас знает, что за милое создание послужило прообразом этого всеми любимого персонажа. Знакомьтесь, кот породы британская, короткошерстная. Именно о ней пойдет речь в нашей сегодняшней программе «Кошачий алфавит». О британских короткошерстных кошках заговорили в 1871 году. Представители этой породы были показаны публике на первой в истории Англии выставке кошек. По одной из версий, предки этих кошек были привезены на британские острова древними римлянами в середине II тысячелетия н.э. По другой, британские кошки обязаны своим появлением кошкам картезианским. Говорят, что монахи-картезианцы из французской обители Великая Шартреза завезли из Северной Африки диких кошек с очень красивым плюшевым голубым мехом, медными глазами и смелым гордым характером. И в самом деле между картезианской и британской кошкой большое сходство. И только специалист сможет отличить одну от другой по едва уловимой разнице в форме головы и структуре шерсти. Британские кошки А цвет шерсти исконно русской породы, русских голубых, так похож на цвет шерсти классической британской кошки. Однако это все скорее легенды. По версии, которой придерживается большинство филинологов, то есть специалистов, изучающих породы кошек, Голубые британские кошки были получены путем скрещивания голубых короткошерстных домашних кошек с одичавшими беспородными котами Англии и материковой Европы в середине XIX века. Селекция была направлена на закрепление короткой плюшевой шерсти, укрупнение размеров и утяжеление костяка. В результате получилась британская короткошерстная кошка, названная Брит. В середине XX века британцев признали в Америке, а в 1980 году ЦФА, Ассоциация знатоков кошек, утвердила для британской короткошерстный статус чемпионства. Среди первых британцев, побеждавших в выставках, животные из старейших питомников Нового Света, которые, собственно говоря, и работали над созданием американских представителей этой породы. Во Франции британцы получили признание в 1979 году, ну а в Россию они попали в 1990-м из Германии. Первых русских британцев звали Калина и Баренис. Одновременно привезли и кремового кота Казимира. Затем из Голландии к нам прибыл еще один кот – Богоас Пиранделла. Это великолепное животное и стало родоначальником многих известных кровных линий. Позже из французского питомника были завезены коты редких окрасов – лиловый и шоколадный. А сравнительно недавно в Россию ввезли кошек таких окрасов, как серебристый мрамор и шиншилла. Впрочем, российским заводчикам еще есть над чем работать, чтобы наши британцы были знамениты не меньше тех, что выводят на исторической родине. А в Англии британцев почитают. Сама королева держит их во дворце. Именно британскую короткошерстную представляли на выставках как первую английскую породистую кошку. И сегодня судьи не обходят британцев своим вниманием. У британской короткошерстной кошки мощное тело, крупная округлая голова, округлые щеки, широко поставленные среднего размера уши, круглые большие глаза, мощная широкая грудная клетка, короткие или средней длины ноги, округлые лапы, короткий и средней длины закругленный хвост, плотная короткая шерсть. Это и есть стандарт породы британская короткошерстная. Однако к нему относятся еще и окрас, и рисунок, и качество шерсти. Особенно качество. Шерсть. Шерсть обязательно чем еще славится, не только мощным костяком британцы, а вот своей шерстью. Это густая, короткая, эластичная, немного отстающая от поверхности тела шерсть, густым подшерстком. Очень важно, чтобы подшерстные покрывающие волоски были одинаковой длины. И тогда и создается ощущение вот этой густой, густой, короткой шерсти. Самые распространенные британские кошки – голубого окраса. При таком окрасе зеркальцы носика и подушечки лап должны быть серыми. Нередок также лиловый окрас. То есть можно сказать, что это розово-серо-сизая шубка. Тоже такая же короткая, как у других у всех британцев обязательно. Только здесь вот то, что окрас другой, и обязательно тогда цвет глаз должен быть от желтых до медных или до оранжевых. Вариация любая. Обязательно зеркальце носа розово-коричневого окраса. И подушечки лап тоже розово-коричневого окраса. А еще британцы бывают черными, белыми, кремовыми, шоколадными, красными, двух- и трехцветными, с отметинами на морде, лапах и хвосте. Бывают и с рисунком на плюшевой шерстке. А красов у британцев насчитывается великое множество. Заводчиков часто спрашивают, какой окрас лучше. Но ведь это все равно, что решать, кто красивее, блондинки или брюнетки. У каждого окраса свои достоинства. Например, голубой и лиловый классические. Используя их, филинологи смогли получить и остальные. Британская порода особенная. Эти коты и кошки формируются достаточно долго. Не меньше двух лет. А полностью годам к пяти. Также крайне важно, чтобы в породе не было примесей. Иногда для разведения британцев используют персидских или экзотических кошек. Это не очень хорошо, если мы хотим получить настоящего чистокровного британца. Впрочем, вариации британской породы, полученные в результате смешения, все же существуют. Например, хайландеры. Хайландер – это полудлинношерстный британец. То есть по типу это те же самые британцы с мощным костяком, с короткими лапами, с округлыми формами, только в полудлинношерстном виде. В свое время добавляли персов в британскую породу, чтобы утяжелить костяк и добавить окрасов. И вот ген длинной шерсти зацепился. И сейчас у двух короткошерстных животных могут родиться полудлинношерстные котята. Полудлинношерстные британцы не слишком распространены. Однако в Европе они завоевывают все большую популярность. Некоторые заводчики считают, что скоро мы сможем наблюдать аналогичную тенденцию и в России. Хайландеры – отличная альтернатива персам. Шерстка у них шелковая, приятная на ощупь и не сбивается в колтуны. Этой белой кошечке всего пять месяцев. Можете себе представить, какой она будет, когда подрастет? У хайландеров все больше, чем у британцев. И шерсть, и размеры. Есть у британцев и другие кровные родственники. Например, скоттишфолды или шотландские веслоухие. Эта порода появилась в 60-х годах 20 века в Шотландии. Скоттишфолды отличаются от британцев своими смешными висячими ушками, загнутыми, как у собак. Основа разведения скоттишфолдов в нашей стране и в Европе – это британская короткошерстная. Ни в коем случае нельзя вязать между собой двух веслоухих животных. В таком помете вероятность получить здоровых котят крайне мала. Стандарт шотландской веслоухой практически такой же, как и британская короткошерстная. За исключением, разумеется, ушей. Рождаются котятки. И к 21 дню после рождения у кого-то закладываются ушки, у кого-то остаются прямыми. Потому как в разведении участвуют прямоухое животное и веслоухое. Соответственно, и котятки в помете – прямоухие и веслоухие. Как правило, получается, допустим, половина котят веслоухих в помете. Поэтому, в общем-то, скоттиш-холты, они достаточно редки. Кроме ушей, отличаются веслоухие еще и более мягким характером – отсутствием некоторой чопорности, присущей истинным британцам. Но вернемся к британским короткошерстным. По мнению заводчиков, представителям этой породы довольно сложно получить признание на выставках. К британцам привыкли, и они уже не вызывают того восхищенного удивления, что раньше. И совершенно напрасно. Несмотря ни на что, чистокровный и настоящий британец – редкость. А ведь именно такие животные и составляют породу. Британская кошка – идеальное домашнее животное. Не для всех, конечно. Но вот для тех, кто любит тишину и уют – точно да. Британцы вряд ли станут носиться по дому, сломя голову, избивая всех и вся на своем пути. Умеренно активные, аристократичные – они не будут обременять вас своим присутствием. А некоторые из них настолько флегматичны, что напоминают скорее предмет интерьера, а не домашнего питомца. Но это вовсе не означает, что британцы не нуждаются в вашей заботе и внимании. Как и кошка любой другой породы, британка, особенно в молодом возрасте, будет только рада, если вы станете общаться и играть с ней. Более того, в случае недостаточно внимательного отношения к ее персоне, вы будете сурово наказаны. Если вы проводите на работе по 12-14 часов, кошка может спать все это время. Зато когда вы ляжете, она примет собудить вас с завидным постоянством. Хотя это скорее зависит уже от характера животного. А вообще, заводчики единодушны. Британцы обладают необыкновенным природным интеллектом. Так что перехитрить этого плюшевого медвежонка вам вряд ли удастся. Однако, если в доме будет не одна британская кошка, а хотя бы две, скорее всего, они будут вести себя несколько иначе. Как правило, животному трудно подобрать подходящего партнера. Но британская короткошерстная уживчивая порода. Благодаря своей уравновешенности, британцы спокойно переносят присутствие в доме других животных. Британская короткошерстная, именно вот тоже, еще раз повторяю, чистокровная по породе. У них очень уживчивый характер. Они легко оживаются и с собаками, и с кошками, то есть с другими. И очень хорошо ладят с детьми. И чаще всего, когда берут семью, где есть маленький ребенок, Чаще всего для кошки, для кота, но для британца, именно ребенок становится самым главным, вот с хозяином в семье. Они очень ладят с другими животными, с детьми. Настоящий британец может стать лучшим другом. И как никто другой подойдет в качестве компаньона, на которого всегда можно положиться. Британцы очень спокойны, неторопливы, но ни в коем случае не ленивы. На самом деле, если брать настоящего чистокровного британца, вроде такого домашнего, в принципе, да, животного, если он где-то будет жить на даче, он будет большим охотником, он будет всегда приносить добычу, всегда ловить. Они не такие вот, как бы, флегматичные, как порой кажется. Да, они дома спокойные, все, но при этом вот охотничьи инстинкты у них очень развиты. В Королевском дворце, кстати, в Британии, держат британских краткошерстных кошек в качестве охотников. Аристократы от природы, они не могут себе позволить суеты. Уравновешенные, они имеют здоровую психику, выживаемость и выносливость. С британцем вы можете быть спокойны не только за Королевский дворец и его обитателей, но и за свой дом и семью. Представители истинной британской породы имеют богатейшую генетическую базу, сформировавшую не только их внешний вид, но и характер. Шерсть британца уникальна. Плюшевая на ощупь, она не сбивается в колтуны и легко расчесывается. Поэтому ухаживать за британцем не сложнее, чем за любой другой короткошерстной кошкой. Рекомендуется расчесывать его по мере необходимости, особенно в периоды сезонной линьки. Отмершие волосы удаляют резиновой щеткой. Расческой с тонкими зубцами убирают лишние волосы, прячущиеся в толще меха. Иногда животное можно и вымыть, чтобы быстрее избавить его от лишней шерсти. Желательно делать это в профессиональных салонах с шампунями, кондиционерами и стабилизаторами, чтобы шерстка была мягкой и вкусно пахла. Кстати, шерстка у британцев настолько приятна на ощупь, что владельцы сходятся во мнении, нет лучшего средства от стресса, чем погладить собственную кошку. Мы не стали просить у них медицинского подтверждения, а убедились в этом сами. Как известно, у каждой породы кошек существуют особенности, которые могут нам не очень нравиться. Бытует мнение, что британцы, особенно коты, склонны к ожирению. Доля правды в этом есть, однако мы можем не допустить развития болезни. К ожирению склонны те британцы и те животные, которых кормят на убой. Сейчас очень много профессиональных кормов. Как правило, склонны к ожирению кастрированные животные. И то только потому, что хозяева их закармливают. Необходимо кормить облегченными кормами, в которых меньше белка, меньше углеводов. Поэтому животное не толстеет. Естественно, животное, которое кастрировано, оно мало двигается. Поэтому только кормление, никакого ожирения нет. Кстати, о кормлении. Если вы думаете, что ваш аристократ будет есть все, что вы ему дадите, ошибаетесь. Кормить британца надо преимущественно натуральными продуктами. Мясо сырое, нежирное. Говядина, конина, куриное мясо. Рыба только в вареном виде и не чаще трех раз в неделю. Иногда можно дать яйцо, вареное или сырое. А вот печень в сыром виде давать нельзя. Ее нужно хотя бы ошпарить. Желательно постепенно приучать кошку к супу или бульону со снятым жиром. Нужно всячески пытаться разнообразить рацион кошек. Так как они консервативны и привыкают к одному корму. А потом ничего, кроме него, знать не желают. Иногда кошки едят овощи, фрукты или зелень. Надо поощрять эти их желания. В здоровом теле кошки всегда отменный аппетит. Отказ от корма, особенно любимого, сигнал для тревоги. Признак того, что с вашим питомцем не все в порядке. Однако следить нужно не только за тем, что ест ваш питомец, но и за тем, как он себя чувствует. Из-за особого строения черепа британские короткошерстные больше других кошек подвержены различным глазным заболеваниям. Для того, чтобы ваш любимец не подхватил, к примеру, конъюнктивит, почаще делайте в доме влажную уборку и следите за состоянием глаз животного. Итак, уравновешенные, с безупречным вкусом, обладающие необыкновенной шерстью, мощные, уверенные в себе британцы, в то же время невероятно ласковы, внимательны и по собачьи преданы хозяину. Эти аристократы не позволят себе поведение, которое не понравилось бы вам или даже им самим. Они никогда не уронят чувство собственного достоинства, не позволят оскорбить ни себя, ни вас. Если вам нужен именно такой питомец, ваш выбор – британское короткошерстное. Кошки уникальные, ни на кого не похожие создания. При хорошем отношении к себе они способны на крепкую привязанность к хозяину. Говорят, кошка любит независимость и одиночество. Независимость – несомненно. А вот насчет одиночества – как тогда объяснить тягу этих животных к обществу, как кошачьему, так и человеческому? Получается, что как ни крути, кошки – полноправные участники нашей жизни. Как много всяких забавных историй с ними связано. И как много нам, людям, еще предстоит узнать о пушистых питомцах. Мы постараемся рассказывать вам самые интересные и полезные о жизни кошачьих. Это была программа «Кошачий алфавит». Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok